Любить по-русски, общество Рисунок к статье 30 января 2015 года 8.14 Светлана Гамзикова, текст фото-видео Любить по-русски наши граждане продолжают считать украинцев одним из самых близких народов Тема, кризис на Украине Несмотря на проблемы и противоречия между Киевом и Москвой Наши граждане продолжают считать украинцев вторым поблизости народом после белорусов Таковы результаты нового социологического опроса Представленного ТАССа ссылкой на гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ Валерия Федорова По его словам, не поколебали представлений граждан России об украинцах ни Майдан, ни гражданская война Собственно, участников исследования попросили по 11-бальной шкале оценить Какая из культур ближе к русской Чем меньше балл, тем больше близость В лидерах оказались граждане Белоруссии с 2,55 балла Украинцы набрали 3,34 балла Также в список попали Словаки, Чехи, Литовцы, Немцы, Французы, Англичане и даже Китайцы Прокомментировать итоги опроса ОСП попросила замдиректора Российского института стратегических исследований Руководителя центра исследования проблем стран СНГ и Балтии Тамару Гузенькову Этот феномен вполне объясним Я имею в виду, что, несмотря на агрессивную риторику со стороны Киева, наши люди все-таки считают украинцев одним из самых близких для себя народов Потому что те события, которые мы сейчас наблюдаем на Украине, которые, конечно же, очень сильно осложнили российско-украинские отношения Это сфера политики Сфера международных отношений Вопрос же, который задавался в ходе исследования в ЦИОМ российским гражданам, связан не только и не столько с политикой, сколько с более широким, историческим и цивилизационным контекстом И понимание цивилизационной близости русской и украинской культуры Представление о том, что русские и украинцы вышли из одного древа И что это, по сути, один народ Как раз и дали результат Дело в том, что те страшные события, которые мы наблюдаем сейчас Они по времени занимают примерно год с небольшим Хотя, конечно же, политические сложности российско-украинские мы наблюдаем давно, уже на протяжении, пожалуй, двух десятилетий Тем не менее, очень тесная совместная история насчитывает столетия Украина стала самостоятельным государством только в 1991 году А до этого она находилась с очень давних времен в составе Российской империи и Советского Союза И тот ответ, который мы получили, в общем, свидетельствует о том, насколько устойчива и консервативна историческая память Это характеристика исторической памяти, которая из поколения в поколение воспроизводит архетип близости русских и украинцев Я уже не говорю о том, что украинца, как отдельная самостоятельная нация, с таким этнонимом украинца, появилась сравнительно недавно Общеизвестно, что еще в 19 веке та территория, которая сейчас зовется Украиной, вообще-то, была Малороссией И политический термин Украина утвердился в истории сравнительно недавно То есть люди отвечали как бы на подсознательном уровне коллективной исторической, социальной и цивилизационной памяти Мне даже трудно себе представить, что еще должно произойти с этими двумя народами, и с этими странами Я имею в виду и Россию, и Украину, чтобы у россиян радикально изменились цивилизационные и культурные установки по отношению к украинцам СП, память только какая-то односторонняя Получается, что она есть только у нас А Украина в нашем общем прошлом ничего хорошего вроде как и не видит Мы не должны воспринимать ту пену, тот верхний слой, он просто держится на поверхности Русофобский, ненавистнический, который сейчас демонстрирует Украина Эта антироссийская истерия, наверное, охватила сегодня достаточно широкие социальные слои Но в основном она концентрируется в СМИ, в политических кругах и в определенных интеллектуальных городских урбанистических средах В то же время у нас имеются свежие социологические данные, которые получены на украинском материале Был проведен опрос украинского населения, и вы знаете, ярко выраженных русофобских установок эти социологические данные тоже не показали То есть, когда опрашиваются не члены украинского правительства, и не Евромайдан, а простые люди, которые живут в маленьких провинциальных городках, в селах Процент антироссийских настроений составляет не более 15%, в некоторых местах до 20% Это очень мало по сравнению с тем, что можно было бы предположить, глядя на новостные сводки нынешние, которые идут с Украины СП, они, если честно, ужасают Россию и русских винят сегодня фактически во всех смертных грехах Это свидетельствует о том, конечно же, что на Украине сейчас национальная и социальная психика получает очень серьезные удары со стороны конструируемой пропаганды Но я глубоко убеждена в том, что через какое-то время этот дурман, иначе я его не могу назвать, развеется, и все встанет на свои места Говорить о том, что это произойдет сию секунду, конечно, не приходится Потому что страна находится в состоянии очень тяжелого гражданского конфликта Но тем не менее, мы должны понимать, что существуют какие-то глубинные, базовые установки, настроения и шкала ценностей Иногда эта шкала ценностей покрывается глубоким слоем пепла и всякого шлака Однако придет время и пепел развеется Я уверена, что позитивные по отношению к русской культуре, к русским настроения все равно стабилизируются на Украине По мнению гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева Наши граждане вовсе не безразличны к антироссийской риторике официального Киева Напомню, тот же Федоров еще перед Новым годом презентовал опрос по теме Кого вы считаете союзником России? И там Украина была на почетных, последних местах А во вчерашнем опросе в ЦИОМ, где спрашивали Кого вы считаете угрозой для России? Украина встала рядом с Соединенными Штатами То есть политическую ситуацию, словесную и психологическую агрессию наш народ видит, чувствует, и она отражается Но здесь же вопрос был поставлен иначе Какая культура ближе нам? А культура с точки зрения рядового человека Это в первую очередь язык И понятно, что с белорусами украинцам нам легче понять друг друга на языковом уровне И это очень медленно будет меняться Уйдут несколько поколений Пока наши языки сильно разойдутся Соответственно, с точки зрения культуры люди говорят правду Просто это не политические вопросы И хорошо, что население это чувствует СП, дело в том, что даже язык становится политической составляющей Сейчас на Украине русский язык Это уже язык врага, язык государства-агрессора Но здесь есть два обстоятельства Во-первых, как бы они не отказывали себе в русскости Мэр Киева Кличко Обратите внимание, с возмущенным населением общается на русском И не он один То есть проникновение русской культуры и русского языка в украинскую культуру огромно И хотя политическая элита пытается что-то изменить Это не вопрос одного дня Это не так-то легко сделать Даже не факт, что получится Во-вторых, сам украинский язык Я не имею в виду галецкую мову Которая больше похожа на польский с украинским акцентом На котором даже не восток, а центральная Украина говорит Он очень близок русскому До переписи конца 19 века просто понятия такого не было Украинец Культурное единство Это то, что строится тысячелетиями Политическая ситуация, конечно, будет влиять Поскольку политики создают условия и общественное настроение Если сто лет на Украине будут править люди типа сегодняшних руководителей То, скорее всего, через сто лет нам понять друг друга и в разговоре будет трудно Не то что на политическом уровне СП, то есть через сто лет от культурной и исторической памяти, объединяющей наши народы Может ничего не остаться Вероятность такая есть Но контроль над ситуацией в течение длительного времени на уровне политической элиты создать невозможно Политики меняются Они, в конце концов, просто умирают Здесь должен быть контроль гораздо более глубокий Насколько он получится, большой вопрос Фото, зурабдживахадзе слештас